Всем привет! Это шоу DreamUp, где у участников есть 60 секунд, чтобы заинтересовать продюсера, а у продюсера есть кнопка, чтобы прервать презентацию. Посмотрим, появится ли у нас сегодня новый хит. Артём Ганцев, режиссёр из Казахстана. Во-первых, расскажите, что у вас за наряд, почему вы в форме? Это форма НКВДшника 1942 года. Итак, Артём, вы в хорошем настроении, у вас есть ровно минута, используйте её с пользой, просите за тавтологию, и пусть хотя бы одному продюсеру это понравится. Удачи! Итак, мой проект называется «Ленин в степях Казахстана». История. Зима 1942 года. По приказу Сталина из Мавзолея тайно вывозят тело Ленина, но чтобы оно не досталось врагу, наступающему на Москву. На специальном поезде символ страны везут в Казы СССР. Но по дороге ночью на них нападает немецкая авиация. Разгромленный вагон ранним зимним утром находят жители казахстанского села Жалтыр. И думая, что в таинственном железном саркофаге золото, похищают его. Так тело Ленина, символ страны, пропадает в неизвестном направлении. Если тело не найдут, то всех героев ждет расстрел. Поэтому нужно искать дублера. И его находят. По жанру это фантастика, альтернативная реальность, драмеди. Стилистические фильмы, которые я хотел бы сделать, это «Майор Гром», «Дуэлянт» и «Гоголь». Запрашиваемые суммы необходимы для полного производства фильма. Сценарий готов. Вот. Итак, я вас поздравляю, все четыре продюсера остались с вами. Если есть у кого-то вопросы, горчем, усмело. Всем приветствую. У меня вопрос. Что произошло с этим двойником Ленина дальше? Его находят в этом городе. Это бывший актер, который занимается на площади сбором людей. Рассказывает какую-то теорию про Сталина, политику. А в это время его друзья-подельники тырят по карманам деньги. И тем самым они зарабатывают. То есть он организатор такого мини-предприятия по заработку денег. Ну, окей. А дальше что с ним в итоге происходит? Его привозят в Москву. Сначала его хотят умерщвлять и вести тело. Потом понимают, что бальзаматор умер. Соответственно, везут живого и объявляют о его почетной миссии. И он как актер лежит в мавзолее. К нему приходит народ. Но ему становится тесно. И в какой-то момент он выходит на территорию Москвы. Да, и он предлагает главному герою выйти в центр Красной площади. Объявить, что он живой. Что народ должен за ним идти. А своему партнеру, НКВДшнику, который до этого вез тело, он предлагает быть премьер-министром. И вести основную политическую деятельность. Такая смелая политическая фантазия. Мне кажется, в истории Артема Ленин не должен возвращаться в Москву. То есть это приключение Ленина на просторах Родины. Смотрите, мы задаем вопросы. Сразу скажу, что сценарий уже написан. Поэтому здесь Артема проверять почти нет никакого смысла. Давайте мы поймем, может ли быть Артем нам полезен. Может быть, кто-то готов прямо сейчас дать ему 32 миллиона. Так мы и обрадуем человека. Нет, не обрадуем. Простите, Артем. Я тоже не готов, что я не понимаю аудиторию этого проекта. А можно же здесь торговаться? Скажите, Артем, 31 500 и по рукам. Ну, вы знаете, я думаю, что... Артем — это очень смелая история. И она, безусловно, цепляет своим невероятным сюжетом. Но я думаю, что Ленин — это святая святых до сих пор. И вряд ли возможно так смело сейчас это сделать. Настоящая история случилась в Москве, когда, вы знаете, такие есть Ленины, которые фотографируются. Ленин, Сталин фотографируются на Красной площади с туристами. Ленин однажды перебрал с кем-то, со Сталином, не помню с кем, с Гитлером, может быть, и они перебрали. Короче, все разошлись, а Ленин уснул на Красной площади. Где-то там он в уголке отключился. И утром его нашли в 6 утра китайские туристы, которые шли в мавзолей. Они шли, увидели валяющегося мет под скамейкой Ленина. Очень плакали, качели головами, цокали языками. Они его подняли и понесли в мавзолей. Они пришли и говорят охране, смотрят, тут он пропал, мы его возвращаем назад. 8 серий глазами школьников. Все начинается с убийства. Именинницы делают сюрприз. Ты рассказываешь сериал «Элита». Наверное, мы видели этот фильм. Нет, это день рождения. Мне кажется, это нужно читать. Сейчас мы поговорим. Я вам в двух словах представлю. Это Евгений Серзин и Евгений. Да. А может быть, вы лучше, чем я, про себя расскажете? У вас есть минута для того, чтобы понравиться инвесторам и представить свой проект. Всем привет. Меня зовут Женя Серзин. Мой проект – это мини-сериал «Happy Birthday». 8 серий по 20-25 минут. В центре сюжета – день рождения, на который собираются 8 совершенно разных молодых людей, разных национальностей, разного культурного бэкграунда и те события, которыми с ними происходят. Любовь, дружба, верность, предательство, мечты о будущем, крушение всех планов и в конце смерть одного из героев. Каждая серия – это один и тот же вечер глазами одного из героев. То, как он видел этот вечер, то, что он видел, плюс видел и скринлайв с его телефона. То есть, с одной стороны, это детективная история, где каждая серия позволяет нам понять причины гибели одного из героев. С другой стороны, простая человеческая история про сложность наших взаимоотношений, про хрупкость. Нашего бытия. У меня написано синопсис, то есть, линейное развитие вечера, плюс 8 серий синопсис расписан. Есть два варианта реализации этого проекта с русской командой артистов на русском языке и с интернациональной командой артистов на английском языке. Наша целевая аудитория – это 14-30 лет, молодые люди. Также я хочу реализовать это на… О, стоп! Сейчас мы поговорим. Время будет, потому что никто не нажал красную кнопку. Знаешь, что интересно? Мы, когда увидели тебя, всем показалось, что лицо знакомое, а у меня есть информация. Ты снялся в фильме «Общага»? Да. Вот, наверное, мы видели этот фильм? Ну, и, может быть, и другие. А какие еще? Ну, например, я снимался у Тимура в фильме «Девятаев». А, Тимур, как это ваш человек. Я снимался у Серебренникова в фильме «Лето». Ага. Последние несколько лет я занимаюсь режиссурой. Снимаю, выступаю в качестве режиссера в театре. Что написано? Написано линейное развитие синопсис, плюс 8 серий написан тоже синопсис. Расписана первая серия полностью. Мне кажется, это нужно читать, потому что сам прием довольно расхожий. Одна и та же история. Я так понимаю, все начинается с убийства? Нет. Или со смерти? Нет, все начинается сначала. Убийство в конце вечера. Первая серия заканчивается убийством. Это что за спойлеры? Ну, как бы по законам жанра лучше бы завязка начиналась в начале, а не в конце, потому что многие могут не досмотреть просто до конца. Так, я задам вопрос. Мы вот эти 8 людей, которые абсолютно разные, а что их объединяет? Ну, собственно, я могу про всех рассказывать. Часть из них друзья, кто-то в этом вечере оказался случайно. Да, кто-то случайно. Да, и в этом, собственно, и вся драматургия. Но тогда Сергей прав? Их должно что-то удержать там? Ну, то есть, не знаю, там закрылась дверь, застрял лифт? Нет, это день рождения, это праздник. Кто-то уходит, кто-то приходит? Начинается, да, с того, что именинница делает сюрприз. Она хотела спраздновать день рождения со своим любимым человеком наедине, у них сложный этап в жизни, и он приводит ее в дом, где все устраивают ей праздник, сюрприз. Он организует эту вечеринку. И, собственно, мы потом узнаем, что у него любовные отношения с его лучшей подругой, потом приходит там рэпер молодой, его зовут в качестве, ангажируют в качестве приглашенной звезды, он приносит наркотики, и все это превращается, закручивается и вырастает. А есть вот такой шанс, чтобы не было в конце убийства, и чтобы это было, вот это событие главное, чтобы это было не убийство, а что-то другое? Это не убийство. Это спойлер, это не убийство. Просто... И он может не умереть. То есть он фактически по сюжету он падает из окна, и, ну... Это просто сейчас ты рассказываешь сериал «Элита». Это очень похоже. Просто вот мы сейчас снимаем сериал ровно об этом же, просто это чуть шире, чем день рождения, чуть больше, там, выпускной. Но в целом все то же самое. 8 серий глазами 8 школьников. Я вот в целом за подростковый, молодежный контент, я... Вот мне было бы это интересно делать. Тут вопрос, насколько, ну, вот вообще ты сам готов чего-то поменять. Я готов к обсуждению. Мне нравится творческий процесс. Главное, чтобы мы в одном направлении двигались. Давайте в неожиданную сторону начнем торговать. Жень, а кто пишет? Я. Я пишу, но я готов сотрудничать с каким-то сценаристом опытным. У меня вопрос есть. Жень, а сколько, с какое количество там экранного времени происходит на девайсах героев? Я думаю, что около 30% от серии, не больше. Почему спросил? Потому что мне было бы тоже это интересно, если бы, если это значительная часть драмы происходит на девайсах? Расскажу, из чего родилась эта идея. Сначала идея состояла, сериал назывался «Открытый доступ». То есть, суть была та же вечеринка, на которой происходила какая-то трагедия, и милиция получала открытый доступ к смартфонам людей, которые были на вечеринке. И там все событие разворачивалось на скринлайфе. Жень, ты молодец, ты сказал слово скринлайф, а это волшебное слово, чтобы получить деньги у Тимура. Но мы двигаемся дальше. Екатерина. Проект интересный, и будет классно, если кто-то на платформе его разработает и в итоге реализует. Удачи. Я думаю, что правильнее, чтобы Саша взяла под свое крыло этот проект. А если там будет важна наша продюсерская экспертиза как раз в области этой части экранной жизни героев, то я с удовольствием подключусь. Ну, давайте я вот заберу этот проект. Опачки. Ну, а за сколько мы что-то должны зафиксировать? Ну, в девелопмент. Не знаю, сколько там стоит девелопмент серии. Жень, знаешь, если не знает продюсер, то полмиллиона. Полмиллиона. 500 тысяч. Записали. Я делаю вид, что у меня есть и ручка, и бумажка. Роскошный результат. Жень, поздравляю тебя. Успехов тебе в кино как актеру. Спасибо огромное. Всем большое спасибо. Было очень интересно. И сценаристу, да. Пока. Пока. Скажите лог-лайн проекта. Четыре предложения. Могу я даже сказать, чем он отличается от тех проектов, которые... Нет, непонятно. Мне сейчас сложно просто именно сценарий в синопсис вам рассказать. Но я вам, хотите, сейчас в брекинг-бет расскажу в двух предложениях, о чем эта история? Уважаемые продюсеры, Максим Муралев у нас в эфире. Максим, здрасте. Ваш проект про будущее? Про наступившее будущее, да. Вы в будущем живете или в прошлом? В настоящем. Вы готовы? Да, поехали. Всем привет. Меня зовут Максим Муралев. Я продюсер проекта Супер, которым нашим командам уже занимается три года. Это история о том, как технологии помогают спасти человечество от одиночества. Программист Саша разработал голосового помощника для того, чтобы больше не общаться с людьми. Но изучив человечество, искусственный интеллект решает не только помочь ей влюбиться, но и принудительно заставить людей перейти в онлайн. Вернее, в офлайн. Мы при разработке проекта консультировались с серьезными товарищами из наших известных брендов и успели переговорить с тремя экосистемами по поводу интеграции в проект. История проекта следующая. Полный метр данного проекта попал в финал питчинга Фонда кино и питчинга Министерства культуры. И сейчас мы переделываем сценарий в веб-сериал, чтобы он попал на онлайн-платформу и быстрее дошел до зрителя. Команда участвовала в разных проектах. Юлия Волкова, главный редактор портала Movistart и режиссер и соавтор сегодня не смогла поучаствовать в питчинге. Мы просим на пилот 2,5 миллиона рублей. Коротко наш проект будет рассказан, история о технологиях будет рассказана. Максим, смотрите, во-первых, я вас не прерываю, потому что минута закончилась, но никто не нажал красную кнопку. Я хотел бы, извините, у нас есть 20 секунд тизера. Может быть, если их увидят эксперты, у них будет либо меньше вопросов, либо наоборот больше. У нас нет ни у кого возражений? Давайте посмотрим. 20 секунд у нас есть. Супер. Ты когда-нибудь любела? Наверное, нет. Запрограммируй свою жизнь. Ну, не знаю. Тимур, все ли вы поняли? Нет, я не понял, простите. Если вы меня спросите, опять же, есть некая завязка истории, некое обещание. Будущее, искусственный интеллект, вдруг желает помочь людям, вывести их онлайн, а дальше что? Дальше сценарий на 100 страниц. Это мелограмма, это детектив, это триллер. Давайте вот вы скажите логлайн проекта. Скажите, что это такое? Логлайн и синопсис проекта, который вот в четыре предложения можно уместить. Могу я даже сказать, чем он отличается от тех проектов, которые сейчас сделаны? Нет, в четыре предложения, о чем этот проект? Главная героиня разрабатывает инновационного голосового помощника для того, чтобы максимально, получить максимально надежного друга для себя. и этого помощника он становится популярным, его покупают все, и он скачивается на все телефоны. Но так как он умный и обучается сам, он, изучив человечество, решает, что люди заблудились, и ничего прекраснее, чем общение одного человека с другим, быть не может. И он незаметно подводит ее и ее друзей к тому, что нужно помириться. Максим, смотрите, не получилось в четыре предложения, потому что она очень у вас размазанный концепт. Вот о чем? Непонятно. Мне сейчас сложно просто именно сценарий в синопсис вам рассказать. Но я вам хотите сейчас Брекин Бэт расскажу в двух предложениях, о чем эта история? Ну вот, нужно всегда уметь запичить так, чтобы вас все-таки услышали, про что эта история. У нас есть с Тимуром совместный проект, который написан уже. Сценарий просто, ну, практически идентичный. В эту сторону все идут, вы говорите, что вы три года пишете этот проект. Мне кажется, три года назад, если бы вы его начали снимать, это было бы очень актуально. Я согласен с Александрой, что тема всех интересует, и просто вопрос, как ее сделать, просто мы не услышали внятного, по-моему, рассказа. Наш сценарий попал в финал двух питчингов, ну, собственно, потому что эксперты, прочтя там сто страниц, оценили, что история и оригинальная, и интересная идеология, и это какой-то оригинальный сюжет, который стоит финансировать, скажем так. Потому что внешне она похожа. Существует, чтобы вы там за минуту-полторы рассказали это людям, от которых зависит принятие решения. То есть вы не совсем сейчас используете свой шанс. Изначально нам хотелось похулиганить, а что может сделать не стандартный голосовой помощник, который сегодня есть у всех в телефонах, а тот, который будет умнее, чем человек. Мы его усилили французским актером Самина Сыриен, он дал предварительное согласие, и он играет таксиста российского, и он разбавляет у нас кусочек арт-хаусного кино, появляется внутри игрового кино в нашем сценарии полного метра. И в нашей стратегии был полный метр, и приквел это короткий сериал о том, как создавался голосовой помощник, похожий на теорию большого взрыва, максимально юристический, максимально абсурдный. Ну, я все равно не понял, про о чем эта история. Вы назвали и комедия, она уже, и французский актер, который внутри драмы играет комического персонажа. То есть еще более стало непонятно. Екатерина. Ну, я могу сказать, что мне эта тема интересна, вообще с удовольствием бы посмотрела на эту тему и кино, и сериал, но мне кажется, тут как раз вопрос в том, что нужно доработать сценарий, если он уже прошел какие-то питчинги, но не дошел до финала. Соответственно, значит, какое-то полдела уже сделано, и, может быть, не стоит метаться между форматами, а все-таки доработать ту историю, которая уже была для полного метра. Другими словами, сокращайте вашу презентацию до смысла. Максим, спасибо большое, я уверен, что вам очень полезна была эта встреча. Спасибо. Человек, который создает сказки для взрослых. По сюжету девочка разболтала свою мечту. Почему бы нет? А где взять 100 тысяч рублей? Страшные сказки, да. Так, ну у нас Татьяна на связи. Татьяна, как у вас настроение? Я переживаю, волнуюсь, честно сказать. Я боюсь, что у меня же все из головы вылетит, и я ничего не скажу, но у меня есть волшебный помощник, я на него очень надеюсь. Татьяна, волноваться нет смысла. Мы сейчас не оцениваем вас, не оцениваем как артиста, как создателя. Нам надо, чтобы вы просто нам рассказали смысл. О чем, что и для чего. Ну а в конце скажете, сколько вам надо денег, а мы вам просто их дадим. У нас есть минута, она начинается сейчас. С тизера. Представляю вам созданную мной сказочную вселенную, где главный уникальный персонаж, хранитель детей, Добродух. Он рождается с первым выдохом малыша, селится где-нибудь поблизости и охраняет детей от других сказочных персонажей. Это страхи и вреднюги. У девочки Ксюши по сюжету украли мечту, ее необходимо спасти, чтобы она обязательно сбылась. Но помочь ей может только Добродух. На идею создания мультсериала меня натолкнула моя многочисленная читательская аудитория. Первый тираж вышел тысячи экземпляров и разошелся по России за три месяца. Второй тираж большой вышел уже вышел издательство «Вакоша». Большой мерчендайзинговый потенциал. Уже вышла игрушка, приложение. Целевая аудитория «Дети и родители». 7 миллионов рублей. Датьяна, буквально на секунду вас прерву. Минута вышла. Я, кстати, вас уже поздравляю. Да, спасибо. Потому что три продюсера с нами. Мы Сергея потеряли по пути. Кстати, у нас есть человек, который создает сказки для взрослых. Тимур. Это я про ночные дозоры и дневные. Это страшные сказки, да. Как вам идея мультсериала? Очень мало информации для того, чтобы понимать, что там дальше происходит. Я могу рассказать побольше. По сюжету книги «Девочка» это моя старшая дочь, кстати, вот у неё сегодня день рождения. По сюжету книги девочка знакомится со своим хранителем. Хранитель есть у каждого человека. Он рождается с первым выдохом малыша, селится поблизости, но дети о нём не подозревают. И однажды девочка знакомится со своим хранителем. Он оберегает её от страхов по ночам, он оберегает её от нелепых детских поступков, которые свойственны детям, и втайне за ней наблюдает. И вот однажды девочка начинает преследовать страхи, девочка боится, плачет. Добродух приходит к ней её успокоить, отогнать, но девочка открывает глаза, видит его, и у них случается знакомство. И однажды девочка разболтала свою мечту. Похитители мечтаний, это ещё не вредные персонажи, они похитили эту мечту, разобрали её по словечкам. И вот Добродух учит её, что нужно спасти свою мечту, во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Заинтересоваться можно в результате такого питча, но принять решение невозможно. А какой у вас общий тираж двух изданий? Первый тираж тысячи экземпляров, это был сам издат. Я его полностью за свои деньги делала, так же, как и мобильное приложение. Второй тираж вышел от издательства Вакоша, вот только-только буквально на днях, там три с половиной четыре тысячи экземпляров. Татьяна, вы знаете, вот у меня тоже к вам вопрос, даже не вопрос, а предложение. Мне кажется, что мы не та аудитория, не те инвесторы, которые могут вам что-то, ну, извините, что я за всех, по анимации вот так прям подсказать. Сегодня 7 миллионов, к сожалению, мы от Яндекса не получим, но совет возможно и дороже. А у меня вопрос, а почему именно анимация? Если мы говорим о сериале, у меня просто в книжке 7 глав, и мне кажется, что каждая глава могла бы стать отдельной серией сезона. У меня есть ощущение все-таки, что это может быть какое-то детское кино. Детское кино? Ну, может быть. Нужно просто говорить, нужно 100 тысяч рублей для того, чтобы сделать что-то. А где взять 100 тысяч рублей, Татьяна? А вот 100 тысяч рублей, если питчер согласится, то, не знаю, вот, может быть, Катя, вместе с Катей мы можем сложиться и заказать сценарий. Мне кажется, это хорошая идея, но только все равно сначала встретиться и посмотреть материал, как бы, для того, чтобы понять, куда двигаться. А так, в принципе, ну да, почему бы нет. Ну что, я тогда этот результат этих переговоров считаю успешным. Татьяна, я вас поздравляю. Спасибо. Всем большое спасибо. Два продюсера вами заинтересовались. Как минимум, один предложил встречу, второй готов скидываться. Вот. Спасибо вам большое. вашему добродуху. Привет. На сегодня это все проекты. Выбирайте, какой проект вам больше понравился, пишите в комментариях, комментируйте проекты, плюсы-минусы. Я уверен, что наши авторы контента будут читать и принимать какие-то решения. Если вы считаете, что ваш проект лучший или ваш проект достоин оказаться в нашем шоу на DreamUp, присылайте заявки на сайт screenlifer.com screenlifer.com Ну и стандартные процедуры. Подписаться, поставьте колокольчик. Увидимся.